Друзья, всем привет! На ваших экранах бой против Сэнксю в Тихой Бухте. И в этом бою я опять пытался рашить Ягахамом, и у меня это получилось довольно успешно. Но давайте обо всем по порядку. Сначала собираю ящики. Я не делал акцент особо на море. У меня была цель максимально быстро выйти в Ягахам. Я теоретически мог на море больше ящиков собрать, но с морем я чуть-чуть завтыкал, но это не суть. Важно. У меня была другая задача. Не собрать побольше ящиков выйти в Ягахам. Потому что обычно, когда собираешь много ящиков, случается такая вот фигня, что ты начинаешь уходить в развитие, ставить 100-500 центров снабжения, огромнейшую базу. Такие бои я не люблю, они мне не очень интересны, поэтому я стараюсь играть как можно быстрее. И, в частности, моего соперника нужно убивать как можно раньше, потому что чем позже я нападу на него, чем позже начнется самая активная часть сражения, тем больше шансов у меня проиграть. Все очень просто. У него в минуте 10 уже там большая база на 2 стройзвора. Обычно как минимум ракетки, 2-3 завода установок машин, вертексы, но со всем этим, плюс учитывая то, что там 25 ранок Зевсов, сражаться со всем этим не имеет смысла. Вот я уже снес себе верфь, чтобы лишнюю энергию не жрал, а ты сюда подъехал. Кайманчикам ничего полезного не узнал. У меня уже на пятой минуте готовится хамелеон. Уже готов один Яг и уже второй почти готов. Поэтому я выдвигаюсь вот сюда, на центральную часть. Тут Дельта. Дельта меня спалила. Дельта отступает. Не знаю, увидел ли он Ягуара. Не увидел. Уже второй хам заказываю. И, в принципе, такой... Это не то, чтобы очень большая сила, особенно с учетом разницы в рангах. Но, в принципе, этим можно попытаться нападать. Тут я взял несколько пехотинцев и броника, чисто для массовочки. Думал, тут Минки покидать, его на холм выманить. Потом понял, что нет, это будет фигня. Лучше подождать Ягахама. Подъехал хамелеон. Еще один Ягуар подъехал. И тут он меня спалил. Тут он меня спалил. У меня не оставалось выбора. Я уже нападаю. Он там бьет. Кстати, одного Ягуара он убил. Тут Дельта, Дельта, Дельта. Дельта и пехота забежали мне в туман. Ничего полезного они не узнали. Так, и тут три Зевса против двух Ягов, броника и Хама. Но он бьет не туда. Я тут постоянно маневрировал, постоянно убегал. А вот тут у меня второй отряд забыл показать. Второй отряд Ягахама я заехал сверху и снес ему аж один завод стромовых... Нет, это был завод спецмашин, прошу прощения. Тут пока он на два фронта пытался сражаться, я перебил тут его Зевсов. Ну, один еще живой. Кстати, тут у него один град на холме. Я отступаю. У него сейчас нет завода спецмашин, то есть у него больше не будет градов. Ага, тут ПВОшка в туман пошла. Мое любимое дело сражаться против ПВОшников в тумане. И отступил. Хамелеон еле живой. Ягуара добили. Второй Яг еще живой, кстати. Так, тут я под крепление подъехал, и я заехал на холм, чтобы уничтожить град. Тут был всего один град, его убить проблемы никакой не составило. И вот уже еду в Девсию, но у меня чистяное преимущество. Есть туман, в общем, большое преимущество. Он достаточно много армии потерял здесь, достаточно... Ну как, тут он армию почти не терял, кроме граду, но он потерял тут один завод, это тоже ресурсы. Я отступаю, собираю всю свою армию в такой единый мощный отряд, уже не разбиваю ее по частям. По частям я было выгодно разбивать в начале, когда нужно было закружить сопернику голову, пока он не знал, откуда я буду нападать. А сейчас, чем больше, тем лучше, учитывая, что там уже такая небольшая армия Зевсов. Уже не один-два Зевса, уже есть тело-отряд наверняка. Поэтому Ягуара должно быть как можно больше, потому что мало Ягуаров не справится с толпой Зевсов, особенно на ранг Лыжин. И у меня тут 3 хамелеона, даже 3 хама. И еще тут 2 яга, 3 пехотинца. Да заказ, кстати, простая, вот это не очень хорошо, но... Я был вовсю занят отражением. 2 хамелеона включать, чтобы его запутать, чтобы... Ну, тут на холме у него разведчиков нет, он все равно не видит. Но так, вдруг одного убьют, чтобы был второй запасной уже включен, и не включать. Еще один. И вот, кажется, тут он начал сносить себе здание. Да, здесь началось сносить себе здание. Опять, довольно быстро получил. К 10-й минуте уже его прожал, прожал. Если бы затянул и нападал на 6-й, 7-й минуте, а не на 4-й, 5-й... Сильно сомневаюсь, что у меня удалось бы его прожать. Возможно, на 25-м ранге я смогу и более масштабно нападать, более позже, большими армиями, пока у меня так не получается. Поэтому вся ставка у меня идет на быстрые атаки, как случилось и в этом бою. Надеюсь, бой вам понравился, так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и ждите новых видео. Всем пока.